Благодаря политике импортозамещения сельхозпроизводители, а также предприятия, перерабатывающие промышленности, получили дополнительные возможности реализации произведенной продукции. Теперь нужно этими возможностями воспользоваться. Глава Чувашии Михаил Игнатьев сегодня побывал на двух предприятиях, лично ознакомился с состоянием дел и встретился с коллективами. Изначально производство букета Чувашии было рассчитано на 5 миллионов декалитров в год. В результате модернизации и запуска новых линий годовой объем в 2014 составил 9 миллионов декалитров. На предприятии действует инвестиционная программа в обновление основных фондов. За последние пять лет вложено около 2 миллиардов рублей, создано свыше 180 рабочих мест. Главу республики в первую очередь интересовал вопрос зарплаты. В среднем работники получают 25 тысяч. Это выше среднереспубликанских показателей. Коснулись в разговоре житейских тем. Отец семерых ребятишек поблагодарил Михаила Игнатьева за постоянное внимание к многодетным семьям. Я вот недавно квартиру получил, как многодетная семья. Мы получили квартиру в новом городе. Очень рады. Квадратные метры сейчас позволяют нормально жить? Да, отлично. Дети не дерутся там? Словно, тогда места не хватает. Места много, да. Многих интересовали и перспективы развития зимних видов спорта в Чувашии. Шаги в этом направлении уже сделаны. И федеральная поддержка имеется. С учетом проведенного Международного спортивного форума России «Спортивная держава» в этом году, как никогда, мы получили уже 357 миллионов рублей. На Ледовый дверь 150 миллионов рублей. В начале июня месяца мы будем в воде. На биатлонные центры мы тоже деньги получили. Вопросы продовольственной безопасности обсуждали на Чуваш-хлебопродукте. Вспомнили один из самых сложных периодов в работе предприятия и республики в целом. В 2010 году из-за засухи запас зерна сократился до двухнедельной нормы. Позже, став руководителем региона, Михаил Игнатьев этот трудный опыт учел. Сегодня Чуваш-хлебопродукт самый большой в республике переработчик зерна. В его составе два элеватора и четыре хлебоприемных пункта в разных муниципалитетах. Здесь производится несколько видов муки, различные крупы и кормовые смеси. Социальную роль предприятия трудно переоценить. Именно оно является основным поставщиком продуктов зернопереработки по регулируемым ценам. Причем не только населению, но и предприятиям пищевой промышленности. Хлеб, произведенный в Чувашии, остается одним из самых дешевых в Приложском федеральном округе. Елена Гальперина, Елизавета Зайцева, Сергей Рябчиков, Республика.